Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Скулачёв Максим Владимирович. Окончил биологический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1998-м защитил кандидатскую диссертацию по специальности молекулярная биология. С 2005-го года является одним из руководителей биомедицинского проекта «Практическое применение ионов Скулачёва», созданного под эгидой МГУ для разработки лекарственных препаратов на основе действующих веществ нового типа – митохондриально адресованных антиоксидантов. С 2010-го года генеральный директор фармацевтической и биотехнологической компании «Митотех», которая провела клинические исследования и вывела на рынок единственный в мире зарегистрированный лекарственный препарат на основе митохондриально адресованного соединения. Автор более 40 статей в международных научных журналах, а также более 50 патентов и заявок на патент в США, Европе, России и других странах. Обладатель Scopus Award Russia за научно-инновационную деятельность в области биотехнологии и медицины 2014 года. Максим Владимирович Скулачёв в студии программы «Медицина в контексте». Здравствуйте, Максим. Этот выпуск продолжает цикл, посвященный феномену старения. Есть разные точки зрения, разные концепции, объясняющие это явление, и мы, по возможности, будем стараться знакомить наших зрителей со всеми теориями старения, которые существуют и успешно развиваются в настоящее время. Теорема о запрограммированном старении, доказательства и возможные последствия для медицины – это тема, с которой сегодня выступит наш гость. Пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Да, я постараюсь рассказать концепцию, который придерживается наша научная группа, наш проект, и она называется «Запрограммированное старение». И начать, я бы хотел, с двух основных точек зрения на проблему старения. Вообще, сразу должно оговориться, что на самом деле, как устроено старение и почему мы стареем, никто не знает. Это нерешённая биологическая задача, и поэтому здесь есть место для гипотез, теорий. Это хорошо, это много гостей мне обеспечивает. Да, тут это благодатная тема, безусловно. Существует больше 300 теорий старения, отличающиеся разными аспектами, но есть некий принципиальный вопрос, который разделяет эту теорию на две неравные кучки. Есть классическая точка зрения, утверждающая, что мы стареем просто потому, что мы изнашиваемся. Что наше тело, организм, не только наше, любого животного, это очень сложная... Это такая биологическая энтропия. Да, механизмы, что-то мелкие повреждения накапливаются, и в конце концов где-то что-то ломается, и он умирает. Это очень механистичная, понятная точка зрения, поэтому, собственно, она и главенствует. На самом деле мы ее называем пессимистической, потому что если дело обстоит так, то, в общем-то, сделать с этим ничего нельзя. Ну, нельзя победить энтропию. А нам это не нравится, не только потому, что ничего нельзя сделать, но и потому, что вообще-то это такой не биологический подход. Мы все-таки не механизм. Есть замечательный философ Алекс Комфорт, биолог, геронтолог, был точнее, который в некий момент сказал, что никогда не поверю, что лошади и телега стареют одинаково. Вот таким накоплением ошибок стареют телеги. А у живых организмов есть очень важные свойства. Мы умеем сами себя чинить, свойства регенерации. И почему-то в некий момент он то ли отключается, то ли какие-то другие процессы начинают работать, которые заставляют все-таки нас стареть. Мы считаем, что в этом есть специальный умысел природы. И вот я постараюсь сегодня вас убедить, что, наверное, так оно и есть, или во всяком случае представить наши аргументы. Потому что на данный момент мы считаем этот концепт практически доказанным. Ну, тогда позволю себе начать довольно скучных вещей с определения старения. Ну, как всегда, вот тут обычно физики и математики начинают кидаться тяжелым предметом, потому что в биологии для одного и того же явления есть много определений. Ты волен выбирать то, которое тебе нравится, что, в общем, для строгой науки немножко смешно. Но, поскольку мы вообще не знаем, как все это работает, в конце концов, так мы имеем право. Так вот, вот то определение, которое, в общем, достаточно главенствующее, нам очень нравится, что старение – это постепенное и согласованное ослабление жизненных функций с возрастом. Действительно, чем мы старше, тем мы хуже становимся, причем практически все наши системы. И в этом есть одно главное неприятное последствие. Увеличивается вероятность смерти. Чем мы старше, тем больше событий для нас в следующий день рождения. Вот тут обычно я заставляю студентов, если читаю лекцию «Отвлечься от айфонов» сообщением, что мы все умрем. И можно, в принципе, посчитать некую вероятность этого печального события. И если взять данные Государственной службы статистики России и любой другой страны, для человека вероятность смерти – это экспонента. И она очень мала, пока мы студенты, и на самом деле минимально, когда сразу после полового созревания, а дальше она потихонечку начинает нарастать. И отпраздновать 90-й день рождения для 89-летнего – это действительно серьезное событие, потому что эта вероятность не даже и приближается уже к десяткам процентов. И это и есть доказательство того, что мы с вами стареющий вид, но, в принципе, это не так уж нужно доказывать, и так ясно. Но, обращаю ваше внимание, вот на эту часть кривой, если ее увеличить, то здесь все та же грустная экспонента. Вот мне сейчас 45 лет, и моя вероятность не отпраздновать 46-й день рождения, она по-прежнему очень маленькая, это считается еще молодой человек, но по сравнению с тем, с вероятностью, которая была, когда я поступал в университет, она уже в 10 раз увеличилась. И вот тут начинается вопрос, а почему? Я себя прекрасно чувствую, я молодой человек, в футбол я играю даже лучше, чем на первом зоне. 15 лет, да? Да, я уже немножко больше соображаю, куда паздновать. Что происходит? И вот тут, вот на этот вопрос я пытаюсь ответить, потому что вот это увеличение вероятности смерти, и вообще тот факт, что живые существа умирают, это с точки зрения, для нас, живых существ, очень печально, но с точки зрения биологии так и должно быть. И одним из первых на это обратил внимание гениальный Август Вейсман, это вот те самые вейсманисты-морганисты, на которых устраивал гонения Лысенко. В своей лекции в конце 19 века он сказал, что вообще-то, по его мнению, смерть – это специальное изобретение природы, что это вовсе необязательный атрибут жизни. Но если живой организм хочет развиваться, эволюционировать, то ему нужна смена поколения, она невозможна для смерти, она была специально придумана. И вот если мы с вами говорили как раз в первой половине 20 века, то дальше мы долго философствовали, так это не так, самосохранение и тому подобное, но разговор принципиально поменялся с 1972 года, когда вышла статья, описывающая впервые явление запрограммированной смерти клетки, апоптоз. Если вы сейчас наберете в подмеде слово апоптозис, вывалится почти полмиллиона статей, изучающие это явление. Выяснилось, что наши клетки в основном умирают не потому, что они не могут больше жить, а потому что они включают специальную программу самоубийства. Эта программа уже довольно хорошо раздраконена. Есть ферменты. Ферменты – это очень упрощенная схема того, как это работает. Любой биолог сейчас опять же кинет меня чем-то тяжелым, потому что это утрирование для школьников. Но суть в том, что клетка, получая какие-то сигналы снаружи или генеря их изнутри, запускает одни гены, выключает другие, синтезирует специальные ферменты, активирует, с единственной целью – покончить с собой. Этот процесс можно запустить, можно остановить специальными ингибиторами, можно лишить клетку энергии, у нее не хватит сил самоубиться. То есть это активный процесс. Мы утверждаем, что смерть всего организма, как правило, в норме, устроена точно так же. И для этого придуман даже специальный термин – феноптос. Мы очень гордимся, что его придумал Михаил Леонидович Гаспаров, близкий друг Владимира Петровича. Феноптос – это запрограммированная смерть организма. Вот следующие несколько слайдов я вам постараюсь доказать. Я еще думала, что за феноптосу, почему я не учила это на биофаке, видимо, я плохо училась. Нет, 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 это было придумано как раз в конце 20-го, начале 21-го века. Это действительно существующая вещь. Я приведу вам несколько примеров, показывающих, что явления запрограммированной смерти действительно существуют в природе. Начнем с очень простого. Вообще-то есть существа, которые состоят из одной клетки, одноклеточной. Например, наши любимые пивные дрожжи – сахаромица церевизия, а и для них апоптос и феноптос – это одно и то же. То, что клетка-то одна. Клетка одна. Она же организм. Она же организм. И вот этим замечательным российским ученым Федором Северином, я очень горжусь, это мой старший брат, было доказано, что у дрожжей есть апоптос. И он устроен примерно так же, как апоптос у клеток многоклеточных организмов. Дрожжей запускается определенными веществами и ведет к гибели дрожжевой клетки. И очень забавно, чем он запускается. Он запускается феромоном. Дрожжи могут размножаться вегетативно, просто почкованием, но если ухудшаются условия, они переходят на половое размножение. И тогда они заводят себе смерть. Одно вещество, которое дает сигнал, что давайте размножаться половым образом, оно же вызывает гибель дрожжей. Это очень разумно. Как и экономия. И раз ты начал перемешивать геномы родителей, тебе нужно, чтобы поколение уходило. Это будет прослеживаться и дальше. Такая душераздирающая история про любовь и смерть пивных дрожжей. Когда мы пришли с этой концепции запрограммированной смерти к ботаникам, над нами тоже довольно много смеялись, потому что всем ботаникам давно известно, что однолетние растения умирают запрограммированно. Не потому что настала зима. Вы можете поставить вот эту вот резушка. Однолетнее растение живет несколько месяцев, можете разбиться в лепешку. Она не будет жить 5 месяцев. Потому что через 3 месяца она даст цветочки, плоды. Эти плоды вырубят специальные вещества, и они убьют само растение. Замечательная была работа в Бельгии проведена, когда в геном робидопсиса в 1 из 10 тысяч ген, в 2 из 10 тысяч генов, внесли мутации, которые выключают эти гены. И стали смотреть, как растет мутант. Вот робидопсис должен жить месяца 3. Прошло 3 месяца, 4, 5, 6, 10. И через, кстати, 8-го года, через 14 месяцев робидопсис из тщедушной травки превратился в огромный древовидный кустарник. Заметим, что ученые ничего нового не вносили. Они сломали два гена, которые как-то были завязаны за программированную смерть этого растения. И это подсказывает, на самом деле, что раньше робидопсис был большим и гордым деревом. А потом свою короткую жизнь и однолетность он изобрел для ускорения собственной эволюции. И на самом деле, если что-то произойдет, то все огромные деревья на планете, скорее всего, вымрут, а робидопсис останется. Потому что он за то время, за один сезон, за три месяца, он проходит целое поколение. То есть за один сезон может 2-3-4 поколения прогнать, пока какие-нибудь даже травы, те же, не знаю, ежа сборная, она делает только одно. Ясно, что он адаптируется гораздо быстрее. Это эволюционный инструмент. Как всегда, все, что угодно, можно найти у насекомых. Они настоящие короли этой планеты. Самое большое разнообразие изобрели все, что угодно. И известно, что некоторые виды богомолов отъедают, самки отъедают голову самцу во время спаривания. Всю жизнь считалось, что это из-за их страшной свирепости. Вообще, это, конечно, такие машины для убийства, эти богомоды. Да, такое, именно, нарицательное. Самка богомолова. Да. И что пока не сезон размножения, ни один нормальный самец к ней не подойдет. И поэтому они и выживают. Но есть маленькое обстоятельство, что у некоторых видов богомолов семяизвержений не происходит, пока у самца голова на плечах. Ее нужно отрезать. И тогда плавают за верши. И это явно запрограммированная вещь. Чтобы самец мог размножаться только один раз. Самка, кстати, погибает после откладывания яиц. Это увеличит разнообразие потомства. Тоже эволюционный инструмент. А вот это уже наши совсем близкие родственники. Это австралийская сумчатая мышь, которая тоже размножается только один раз. И как бы однолетняя. Они рождаются, подрастаются, заревают. Дальше наступает для всех мышей в округе сезон гона. Есть такие животные, которые сезонно размножаются. И дальше, вне зависимости от того, догнал самец самку или не догнал, у него сходят сумма на почечнике. Начинается неконтролированная выброса определенных гормонов в кровь. И зверьки умирают обязательно от почечной недостаточности. Тоже запрограммированная вещь. От феноптоз. С точки зрения отдельной мыши это ужасная вещь. А с точки зрения адаптации вида к меняющим условиям, это прекрасное изобретение для ускорения эволюции. Так что феноптоз точно существует. И мы, слава богу, многократно размножаемся. Мы не однолетние существа. И нас эта история с суммчатой мышей интересует постольку поскольку. Давайте вот здесь на секунду остановимся. Просто подчеркнем. Вы такие красивые и интересные картинки показывали. Определение феноптоза еще раз. Оно могло усказывать внимание. Просто коротко. Феноптоз это запрограммированный смерть целого организма. То есть с целью, как правило, освобождения места. То есть термин новый, чтобы он отложился. Пожалуйста, продолжай. Феноптоз абсолютно новый термин. Так вот мы осмелимся утверждать, что и наша с вами жизнь устроена так же. Что наша главная причина смерти, это старение, она тоже закодирована в наших генах. Или может быть в эпигенетике там все это очень сложно. И это такой феноптоз, но растянутый во времени. Вот я тоже пытаюсь вам доказать. И для начала постараюсь ответить на очень неприятный для биологов вопрос. А зачем? Зачем вообще нужна такая неприятность? Ну ладно, смена поколений, это хорошо. Взяли и убили. Но зачем это растягивать на годы? Ответ достаточно универсальный для ускорения эволюции. Нам кажется, что естественному отбору проще идти на немножечко постаревших особях. И вот тут нам нужно немножко отвлечься от нашего извечного антропоцентризма. Потому что старость у человека, у всех остальных животных, она происходит по-разному. У животных не бывает менопаузы. Они размножаются даже постарев вплоть до самых последних своих дней. Поэтому стареющие животные все равно участвуют в естественном отборе. И естественному отбору, конечно же, проще работать на немножечко ослабленных особях. Потому что вряд ли возник какой-то новый потрясающий признак, сразу крылья вылезли. Там просто немножечко увеличился прыжок, например. И пока животное, типа зайца, молодое и здоровое, это не дает никого решающего преимущества. Но вот если его немножечко ослабить, причем все системы, мышцы, сердце, иммунитет, мозги, то в некий момент леса, который олицетворяет естественный отбор, начнет его догонять. И тут вот маленькое преимущество может дать ему возможность прожить еще несколько месяцев и еще раз размножиться. И передать это преимущество в следующее поколение. На наш взгляд, это инструмент очень мощный для ускорения эволюции. Для иллюстрации, если мы возьмем отношение хищник-жертв, вообще хищники не то чтобы сразу бросаются на своих жертв, когда видят. Вот еще лучше, это моя любимая, по-моему, National Geographic фотография, как прайд из четырех львиц охотится на буйволов. А мы видим, что соотношение сил мы не сопоставимы. Если буйволам это не нравилось, они бы этих львиц растерзали две минуты. Но есть договоренность. Они атакуют только состарившихся, ослабленных особей. И тем самым стимулируют эволюцию буйволов. Поэтому у всех все в порядке на этой картинке. Из этого следует гипотеза. Что вообще-то не всем нужно так уж быстро эволюционировать. И старение – это очень неприятный, очень дорогостоящий способ ускорять свою эволюцию. Есть виды, которые изобрели такое, что, в общем-то, эволюция, конечно, у них тоже осталась, ее нельзя остановить, но они могут себе позволить отключить специальные неприятные системы ускорения. Похоже, что это действительно происходит. Смотрите, несколько примеров. Это землеройка. Ее жизнь ужасна. Она живет на поверхности земли, дохнет от холода, голода, ее жрут все, кому не лень. В общем, ей нужно очень быстро приспосабливаться к условиям внешней среды, очень быстро эволюционировать. И она живет от полутора до трех лет, как положено маленькому наземному млекопитающему. Есть очень близкий вид по своей физиологии и экологии. Тоже насекомоядные, примерно того же размера, с той же скоростью метаболизма. Но эволюционный чемпион, из-за которых изобрели себе полет и эхолокацию. Это летучие мыши. И они живут, вот сейчас начнется Брандта, очень хорошо исследованным, малюсенькая, обычная совершенно летучая мышь, встречающаяся везде в средней полосе, живет больше 50 лет. То есть полтора года и 50, сравните. Стареет она при этом или нет, это отдельный вопрос. Но тут явно начинаются указания на то, что уж в короткой жизни точно от нам может не отказаться. Еще несколько примеров нестареющих существ. Некоторые из них, например, щуки, это такие королевы наших водоемов. Действительно, любой рыбак подтвердит, что у нее врагов нет. Вообще у нее в жизни все хорошо. И она живет очень долго, десятки лет. И чем она старше, тем больше, например, она откладывает икры. И тоже хорошее указание на то, что она не стареет при этом. Но вот для одного вида вот этот факт нестарения, он научно доказан. Это наш любимый тотемный зверь, голый земляков. Это грызун, ближайший родственник мыши. Но африканский живет он. Вот здесь вот, это африканский рог. Забавным образом, он именно там появился человек, например. Больше нигде не встречается. По счастью, его можно содержать в лабораторных условиях. Вот эта фотография из нашей лаборатории. Они еще и хвостатые. Когда я не замечал, у них хвостатые. Да, конечно, конечно. Они совершенно нормальные грызуны. А что он изобрел? На мой взгляд, это изобретение покруче, чем у летучей мыши. Это единственные эусоциальные млекопитающие. Вот мы с вами, квазисоциальные, нам если переплет, мы можем парой выжить в необитаемом острове. А они нет. Они живут колониями от нескольких десятков до нескольких сотен особей. Во главе колонии стоит королева. У них матриархат. Наиболее продвинутая форма правления. И при ней, вот тут биологи спорят, от то ли один, то ли до трех мужей. И только они могут размножаться. Живут они в подземных лабиринтах, которые строят им их подчиненные. Они же их оберегают, кормят, нянчат. Если у них рождаются детеныши, то королева не знает, что с ними делать. Она их может покормить. Но дальше няньки должны их унести вовремя, там как-то с ними поиграть, там определенные какие-то действия прийти, потом принести обратно поесть. Иначе они погибнут. Даже при наличии мамы рядом. Вот так настолько все специализировано, как у муравьев. И понятно, что с точки зрения воздействия окружающей среды у правящей читы, а только она имеет значение для эволюции, вообще никаких проблем в жизни нет. Если вам хочется есть, вы посылаете фуражеров, вам принесут вкусные корневища, которыми они питаются в Африке. Если заползла змея, единственный хищник, который не захотит, солдаты бросаются на нее, а рабочие обрушивают тоннель, в котором все происходит, замуровывают там и спецотряд, и змею. И у них очень сложная, у них есть речь, там из нескольких слов, свистом общают. В общем, совершенно удивительные вещи. Но самое главное, что поскольку их можно содержать в лаборатории, вот это опять наши фотографии, можно им построить из плексигласа лабиринт, в котором они будут с удовольствием бегать. Вот так они выглядят тоже. У вас, да? Да, съемки из МГУ, наши собственные. Видите, огромные зубы. А где вы добыли колонию? Нам их подарил Берлинский зоопарк. Это результат сотрудников. Для колонии или у вас размножались? Нет, колонии, они не смогут. Не смогут, да, вот я и удивилась. Приехало 30 землякобов, мы долго учились как размножать. То есть королевская семья и вся эта челядь. И там не так все это было просто. Мы пережили революцию, свержение королевы. Сорона убрана в феврале 17-го года. В общем, это совершенно удивительный... Это единственный пример млекопитающих, которые живут таким образом, как пчелы и муравьи. Так вот, для них построен аккуратный график. В 80-х годах некая Рошель Баффенстайн, зоолог, наловила этих землякобов в Африке. Их там очень много, это не какой-то исчезающий вид, но просто они больше нигде не живут. И построил лабиринт, стал смотреть, сколько они живут. Ну, из размера и того, что это грызун, родственник мыши, ожидалось 2-3-5 лет максимум. Прошло 5 лет, 10, 15, 20, 25. Тогда она публиковала статью, 2005 год. Недавно вышла следующая статья. Есть землякоб, который живет до 35 лет. Но самый главный этот график, это вероятность их смерти. Помните, это грустный экспонент у человека. А здесь это прямая линия, горизонтальная линия. А их смертность не растет с возрастом. То есть для него 16 день рождения, 26 или 3, это одинаковое совершенно событие. И вот тут уже начинаются очень серьезные вопросы. Потому что это прямое доказательство того, что он не умеет стареть. Это, конечно, привлекло огромное внимание биологов. И в первую очередь нашего научного руководителя, академика Скулачева. Он в 2005 году ударил очень сильно в гонку, что, ребят, нужно все бросать и разбираться. Нам очень радостно, что откликнулся на этот призыв, например, Вадим Гладышев. Который секвенировал геном землекопа. Нашел много всего интересного. И с тех пор это один из таких самых изучаемых объектов биологии. Например, выяснилось, что они практически не болеют раком. То есть до еще трех лет назад считалось вообще у них не бывает онкология. Я помню, Владимир Петрович, на одном из декса рассказывал, Скулачев, что они, если умирают, то чаще всего в драках. Да, у них единственная причина. От голода, или там слепнут от голода. Они не могут помереть, не могут добывать себе пищу. Вот из наблюдений абсолютно доминирующая причина смерти землекопов – это драки с другими землекопами. В другой колонии, да? Нет, нет, у них бывает внутри. Даже внутриколониальные бывают, да? Это мы видели сами, что мы поначалу не очень умели с ними обращаться. Если что-то идет не так, то у них сначала случается фэншуй. Они назначают такие банки пластиковые, между которыми ходы, что здесь у нас будет столовая, здесь спальня, здесь туалет. Если идет стресс, они меняют местами эти банки. Смотрится, помогло или нет. Если не помогло, тогда они выбирают самого славого землекопа и убивают. Потому что кто-то должен ответить. Но если даже это не помогает, то они убивают королеву. Потому что, Ваше Величество, извините, мы сделали все. Вы не справились. И крупная самка, обычно она участвует в этом процессе, она вспоминает, что она тоже женщина. И через пару месяцев она начинает размножаться. У нас сейчас новая королева в одной из наших колоний. У нас уже их несколько. И она вот такая, появилась летать дворцовый переворот. Вот так они живут. Но возникает, конечно же, самый главный вопрос. Как ему это удалось сделать? Чем отличается от мышей и всех остальных стареющих животных? И вот в 2017 году вышла статья наша, в которой на этот вопрос мы сумели ответить в общих чертах. И этот же ответ, ради чего, собственно, весь сербор доказывает, что старение-то запрограммировано. Началось все с того, что наши руки наконец-то добрались до землекопа. Вот эта историческая фотография, сделанная в Берлине. Это тот самый институт при зоопарке, который нам подарил одну из колоний. У нас совместная работа. Но, как ни странно, главный особенный землекоп Владимир Петрович, это вот он на фотографии, заметил, не посмотрев на землекоп, а посмотрев на его митохондрии. Естественно, первый. Мы специалист по митохондриям. Ну да, энергетика клетки. Это главное открытие в этой области, принадлежит Владимиру Петровичу и его соавторам. И поэтому, конечно, мы начали изучать наши энергетические станции митохондрии, в том числе и у землекопа. Ну, есть несколько способов изучать. Там некий режим потребления кислорода можно посмотреть. И этот режим, он выдал некий странный график. Который, ну, график, график. Кислород потребляется, потребляется. Владимир Петрович, он не нравился. Дело в том, что он этих графиков в свою жизнь видел несколько тысяч. И он уже, вот это распознавание образов. Это он ничего не имел в виду. График шел немножко не так, как положено. А он стал бегать по институту, спрашивая, слушайте, а никто не видел таких странных митохондрий? Ни у кого? И в некий момент он наткнулся на Бориса Черняка, заведующим отделом биоэнергетики клеток, который сказал, ну, Владимир Петрович, ну, как же вы сами-то не помните. Конечно же, 20 лет назад я работал на митохондриях эмбрионов мыши. И они ведут себя точно так же. И вот тут мы еще раз посмотрели на Землю. Телевые эмбриональные как бы митохондрии. Да. И вот это и положило начало этой замечательной статье, которая вышла в одном из лучших журналов, Physiological Reviews, в 2018 году. У них импакт-фактор в районе 40. То есть это такой абсолютный топ мировой биологии, который объясняет секрет голого земляков. Я очень горжусь, что у нас здесь соавторов, например, Александр Марков, который тоже сидел на этом месте. Так же, как и Владыше. Да. Это все имеет отношение к эволюции. Поэтому и вот наши немецкие соавторы, Томас Хильденбранд и Сюзанна Хольца. И с чего все началось? Вот это голые землекопы. А вот это не землекопы. Это новорожденные крысята. Найдите 10 отличий. Они абсолютно одинаковые. Но крысята через некоторое время покроются шерсткой. У них вырастут ушные раковины. Они превратятся в нормальную взрослую крысу. А землекопы останутся в таком новорожденном состоянии еще десятки лет. Это явление, известное в биологии, но очень редкое, называется неотония. То есть сохранение личиночных, эмбриональных или младенческих свойств на протяжении всей жизни. При этом сохранение, появление способностей к воспроизведению. А классический пример на иотонии – это вот это симпатичное существо, аксолотль. Это на самом деле личинка вот такой саламандры, амбистомы. Но жизнь аксолотля устроена так, что ему разрешено размножаться в виде личинки. Он живет десятки лет, там 40 лет у него продолжительной жизни. Но если он, это земноводный, он живет в воде, как положено личинке. Но если пересыхает водоем, он завершает цикл своего развития, и превращается в наземную амбистону, в которой живет всего 5-7 лет, кстати. Это неотония. У насекомых она описана. Она, за единственным исключением, к которому мы вернемся через 5 минут, она никогда не была показана для макопитающих. И вот землекоп, он остановил свое развитие на стадии новорожденного кресенка. И если присмотреться, вот на момент публикования статьи 43 признака, самых разного, сейчас больше 60 неотоний, у землекопа можно найти. Причем это и внешний вид, и физиология, и биохимия, какие гены у них включаются. В общем, не буду перечислять, поверьте, что он со всех сторон действительно новорожденный крысенок. Из этого делается вывод, что программа индивидуального развития землекопа, она просто остановилась на стадии новорожденного, по каким-то, зачем-то ему нужным причинам. И в результате эта программа просто не доходит до той точки, где должно запускаться старение. Может, он не хотел становиться нестареющим существом, но просто его развитие, его биологические часы не дощелкивают до того момента, когда говорится, оп, все, мы начинаем стареть. Это очень хорошо объясняет весь феномен нестарению головы землекопа. Но, на секундочку, это значит, что старение не обязательно? Значит, есть какой-то момент, когда оно запускается? То есть, это биологическая программа. Вот это краеугольный камень доказательства. И теперь обращаю ваше просвещенное внимание, что есть еще один пример неотонии у млекопитающих, задержанного развития. Этот вид называется Homo sapiens. Это мы с вами. Да ладно. Вот смотрите. Вот это эмбрион шимпанзе, эмбрион человека. На виде, опять же, 10 отличий. Мы очень похожи. Более того, давайте посмотрим на маленьких обезьянок. Вот это детеныш гориллы. Это существо в 15 раз сильнее человека. Это абсолютно монстр, зверь. Но когда они маленькие, они, конечно, гораздо больше похожи на человека, чем на будущую гориллу. Опять же, как всегда в нашей науке, это не мы первые заметили. Вообще-то еще с 20-х годов все антропологи знают, что человек – это неотоническое животное. Вот статья некого Болка, 27-го года. Оттуда фотография. Детеныш шимпанзе видит абсолютно человеческий череп. У него соотношение размера конечностей и к голове, и всему телу, такое же, как у человека. Но со временем он превращается в нормальное животное. Он звереет. У него увеличится мышечная сила, изменяются формы черепа, увеличивается челюстной аппарат. Вот он становится нормальным шимпанзе. Если мы сравним черепа, почему-то даже, по-моему, не человекообразные, а обезьяны, капуцины, на стадии детеныша, вот череп подростка капуцина, череп подростка человека. Очень похоже. Со временем человек остается таким же практически, а капуцин превращается в зверя. Вот тут Владимир Петрович любит шутить, что на самом деле получается, что не человек превращает обезьяны, а обезьяна проходит стадию человека, но не замедляется на этом дурацком состоянии, а превращается в нормальное животное. А мы замедлили свое развитие. Давайте еще раз, значит, замедлили, но все-таки в том смысле, в каком бы говорили, а неотония для землекопа, насколько правомерно на человека это переносит. Взять нас с вами, что у нас младенческого сохранилось? Мы слабые, у нас большая голова. А в этом смысле? У нас проблемы с шерстью, формы черепа, у нас маленькие зубы. Самое главное – пластичность мозга. Вот мой хороший друг и одногруппник Филипп Хайтович, он изучает то, как работает наш мозг. Тоже сидел на этом месте. Один из самых ярких российских ученых сейчас. И он четко показал, что мы сохраняем по генетическим неким маркерам молодость мозга гораздо дольше, чем обезьяны. У нас она такая же, как у новорожденных обезьян. А у нас, если мы им пользуемся, если посмотреть на некоторых академиков, они остаются маленькими обезьяненками уже за 80. Но в этом смысле да. Но вы совершенно правильно поставили вопрос. У землекопа этот процесс зашел очень далеко. Например, у него уже недоразвитые легкие. Он дышит хуже, чем взрослая крыса. А мы-то дышим нормально. И десятки признаков неотении у человека. От внешних до физиологических. С той самой статьи 27-го года можно гораздо больше. Тут про пластичность мозга ничего не было. Можно насчитать. Забавно, что нас это уже дало по части старения. Мы начали двигаться в ту же сторону, что землекопы. Мы живем аномально долго. Вот это график вымирания от с возрастом шимпанзе, красная линия. А снизу синяя – это фертильность. И видно, что к тому времени, когда у них не бывает менопаузы, но когда фертильность уже снижается, это логарифмическая шкала. То есть 90% популяции уже вымирает от старости. То есть у них все-таки снижается фертильность? Немножко. Немножко. Но 90% шимпанзе до этого возраста просто не доживает. Даже если их держать в идеальных условиях. А у человека после наступления менопаузы, не знаю, после 50 нам разрешено жить еще десятки лет. Наше старение колоссальным образом замедлилось. Нам кажется, по тому же механизму, что и у землекопа у нас эта программа, сильно сдвинута в сторону неотонии. Это само по себе интересно, но вот в рамках моего рассказа это еще одно очень сильное указание, что и у нас старение, значит, тоже устроено через программу. И, скорее всего, старение у человека исчезнет. Так же, как у землекопа, потому что если это эволюционный инструмент, мы больше уже не пользуемся эволюцией. Мы пользуемся техническим прогрессом. И 500 тысяч лет, миллион лет, два миллиона лет, оно исчезнет. И может тогда, кстати, мы будем еще более слабыми физически, но нам это не должно мешать. То есть если нам не нужно эволюционировать, то зачем умирать? Можно и пожить еще. А роботы пусть там работают. Зачем этот дурацкий инструмент? Ну вот возникает разумный вопрос, а нельзя ли это как-то сделать побыстрее? И применить для этой цели, не ждать опять эволюционные времена, а применить наш любимый технический прогресс. И вот в заключение я хотел бы, наверное, обнадежить всех, что, на наш взгляд, можно. Ведь, смотрите, если старение – это программа, то для борьбы с ней ее надо сломать. А это биологи уже более-менее умеют. Мы не умеем еще создавать слишком каких-то новых систем, там, защитных, чтобы мы там меньше накапливали ошибок. Это уму непостижимо, как сделать. Но вот что-то нарушить, если очень осторожно, хорошо поизучать, это уже можно. Это дает потрясающий шанс. Поэтому сторонники запрограммирования старения, на наш взгляд, это оптимисты. В биологии, значит, что-то можно сделать. Смотрите. Вообще это ставит, на самом деле, очень интересный биологический вопрос. Я долго сказал картинку, как его проиллюстрировать, может, не самая удачная. Но все-таки, кто у нас в доме хозяин? Тут нужно вспомнить Докинза и вообще тот факт, что мы, на самом деле, животные. Мы генетически, физиологически, мы не отличаемся от первобытных людей, которые с воплями бегали под джунглем, были животными. А в чем смысл животного с точки зрения биологии? Мы получили некоторый набор генов от наших родителей. Дальше наша жизнь – это проверка, насколько годный этот набор, насколько он хороший. Если он хороший, мы должны передать его в следующее поколение. Все. На этом функция животного кончается. Вот если кто-то спрашивал про смысл жизни, если вы спрашиваете биолога, ну это временный носитель генов. И, как правило, интересы генома и человека, они категорически совпадают. Потому что если носитель исчезнет, геном тоже исчезнет. Но иногда, например, когда речь заходит о смерти, старении, и всяких таких неприятных вещах, если вы задумаетесь, интересы генов, вида всегда выше. И отдельной особи всегда можно пожертвовать. Ну, хороший пример – септический шок. Ведь при заражении крови мы убиваем себя, нас не убивают бактерии, а убивает иммунная реакция, которая запускает совершенно безобидную вещественность из оболочки бактерии, липполисахаридом. И дальше нас убивает собственный иммунитет. Почему? Потому что не надо распространять инфекцию, должен лечь под кустик, там тихо умереть. А для того, кто умер, это ужасно, а для популяции очень хорошо. И вот во всех таких сложных вещах всегда вид, то есть геном, главнее. А и так было всегда, до последнего времени. Потому что сейчас мы уже можем в чем-то даже управлять своим собственным геномом. И вот мы можем уже ставить вопрос, а кто все-таки у нас хозяин? Технический прогресс нам обеспечил. Тут я хотел бы коснуться с одной историей. А потому что, коль скоро старение это генетическая программа, то есть самый такой прямой, понятный, и поэтому, на мой взгляд, неправильный подход к тому, чтобы бороться с программой, генетической программой. Найти гены, их отключить. И там будет нестареющий человек. Но, обращаю ваше внимание, что отключить, изменить геномы в уже взрослом организме, в целом организме, невозможно. Это слишком сложно. Слишком много разных клеток, внести в генетический материал, это очень тяжело. Поэтому менять нужно на стадии яйцеклетки. А вот там начинаются этические проблемы. Да, чтобы вам изменить, провести генетическую модификацию человек, вам нужно вырастить генетически модифицированного ребенка. Причем, как я уже сказал, нужно ему отключать какие-то вещи, что-то сломать. Это все слишком сложно, мы пока не можем предсказать последствий. И как родится ребенок, и как вот таким кривом, косом ты будешь потом объяснять, знаешь, у нас в 19-м году была классная идея, но ты должен был не стареть. Извини, обратно отмотать уже нельзя. И я много раз показывал слайд, оставил вопрос, что мы к этому не готовы, но в конце прошлого года прошла вот эта замечательная новость о китайском ученом Хи Чжан Куи. Мы тут говорили с профессором Киселевым, Сергеем Леевичем, по горячим следам. Это наделало шуму, потому что... Шум до сих пор продолжается. Потому что он утверждает, что он провел вот эту саму процедуру, которую я описывал с целью получить человека устойчивого к ВИЧ, вирусу и модифицирует человека, внести мутацию, которая обеспечивает устойчивость к вирусу. И он утверждает, что на него родились, а это могут быть другие дети. Да, их никто не видел толком. Первые генетически модифицированные дети Лулу и Нана. То есть технически это уже все возможно. А этически из общих соображений, конечно же, этого делать еще нельзя. Но может быть, когда-нибудь можно будет. Но на самом деле не все так плохо. Потому что, во-первых, генетические программы никогда не работают по принципу fire and forget. То есть запустилось, и дальше никакого влияния нет. Они все регулируемы. Их можно ускорять, можно замедлять, можно где-то приостанавливать. И вот тут есть идея, что в принципе старение это такая контрпродуктивная вещь. Она вредна для организма. Она полезна для вида, но иногда есть некие стрессовые условия, когда тут уже не до эволюции. Если весь вид исчезнет, то ускорять будет нечего. И вот наше предположение состоит в том, что в таких критических ситуациях старение должно замедляться. А может даже вообще отключаться. Поэтому есть несколько очень хороших подтверждений. И классическое называется ограничение питания. Известно, что небольшое голодание замедляет старение. Всю жизнь думали, что это потому, что меньше калорий поступает, меньше метаболизм, меньше всяких ядов образует. Все тише и жижа. И поэтому старение тоже замедляется. Ничего подобного. Старение только активизирует метаболизм. И при этом животные живут дольше. Это было показано на мухах, это показано на червячках, на мышах. На ленточных. На круглых. Да, си элеганс. С их старением, как выяснилось, там все совсем не так. В последнем данном. Но недавно это было даже показано на обезьянах. 30 лет занял опыт на макаках резусах. И вот одна группа обезьян питалась адлибитум, столько, сколько им хотелось. Правда, довольно невкусный корм, поэтому они ели просто столько, сколько им нужно. и нормальным образом составились. Вот здесь, по-моему, 25-летний резус. Так он должен выглядеть. А контрольная группа получала на 30% корма меньше. И видите, насколько лучше они выглядят. По крайней мере, шерсть. И шерсть, по-моему, физиология. Но, правда, мне его взгляд не очень нравится. Да, вот какой-то он все-таки несчастливый. То есть, работает ли это на человеке, очень большой вопрос на самом деле. То есть, голодать полезно, это всем известно, но в чем польза в том, что мы просто не едим лишнего или действительно тормозить старение, ответить нельзя. Потому что у некоторых животных, например, эффект ограничения питания исчезал, если им давали нюхать еду. Они знали, что еда где-то рядом, поэтому можно начать опять эволюцией, заниматься и стареть. Но, в принципе, раз уж эта программа, да еще и регулируемая, можно подобрать какие-то вещества, чтобы осуществлять, как называется, фармакологическую интервенцию. Гены пускай будут, пускай синтезируются белки, какие-то системы для нашего старения строятся, но мы будем вставлять в палки колеса работе этой системы уже на белковом уровне. Вот для этого таких потенциальных лекарств против прерывающих работы старения, Владимир Петрович тоже придумал термин. Ну, это собирательное такое название. Это непонятно, есть они... В аптеку прийти и сказать, дайте мне метавитан, не получится. Может быть, это может быть сделать лет через 10. А вот над этим мы очень сильно работаем. Это такое же собирательное, как витамины. Ну, видно аналогии. Ну, вот завершить свой рассказ я бы хотел цитатой Владимира Петровича и попросил бы к ней отнестись серьезно, потому что это самый цитируемый из биологов, работающих в России, с огромным индексом Хирша и вообще серьезный ученый. А есть новое высказывание замечательного футуролога и фантаста Артура Кларка, что если какой-то маститый заслуженный ученый говорит, что что-то возможно, скорее всего, он прав. Владимир Петрович некоторое время назад заявил, что создание препарата кардинально замедляющего старения превратилось из чисто гипотетической, теоретической задачи просто в технологическую. Ясно, что это можно сделать. Вопрос, кто и когда это сделать. И более того, наш проект не ограничится через теорию. У нас есть некоторый практический подход. Мы разрабатываем одну из гипотез низшего уровня, как все-таки с этой программой можно справиться. Но это предмет для отдельно очень большого рассказа. Или можно на нашем сайте посмотреть, что мы про это думаем. Спасибо большое, Максим. Мы же ненадолго прощаемся. У нас будет еще одна ваша лекция. С удовольствием расскажу вторую часть. Разоблачение черной магии. Ждет наших зрителей. Рубрики по скриптуму я хочу назвать вам два имени, безусловно, вам знакомые. Это Дэвид Синклер и Элизабет Пэрриш. Синклер – гарвардский профессор, генетик известный. Он предлагает бороться с состоянием с помощью известного вещества, известного биохимического соединения НАТ. Тютнили таблетки. НАТ – это никотиноамид, генуклеотид. Вещество, которое играет важную роль в выкислительно-восстановительных реакциях. Эти реакции задействованы в огромном качестве процессов организма. С возрастом, вроде как, с возрастом его уровень падает в организме. Он предлагает пить вот эти вот таблетки из НАТ и таким образом не стареть. Элизабет Пэрриш, она пошла другим путем, путем генной терапии. Она предлагает удлинять теломеры. Теломеры – это кончики хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки, а есть фермент теломераза, который может обратно пришивать недостающие. Таким образом, нет укорачения хромосом, нет старения. Оба этих человека свои методы используют на себе, предлагаемые ими методы. Синклер сам пьет вроде как НАТ. Элизабет Пэрриш года два назад, наверное, вела себе на вирусном носителе, вела себе обратную транскриптазу, в общем, конструкцию, которая обеспечивает в ее организме синтез теломераза и, соответственно, удлинение вот такое не свойственное виду удлинения хромосом. Из-за того, чтобы укорачиваются, они удлиняются. Оба заявляют, что они чувствуют себя на 20 лет моложе. Как вы относитесь к таким экспериментам на себе и вообще к этим подходам? У меня двоя к этому отношения. С одной стороны, они большие молодцы, что вообще они решили заниматься старением. Для биолога это очень большой вызов, потому что у очень многих людей представление о старении и борьбе со старением как создание вечного двигателя, что не так. И вот тут меняется парадигмом. В биологии это наблюдаю последние 10 лет. Это уже не так. Есть институт биологии старения и уже объявляют, что с этим можно что-то сделать. Теоретически хотя бы. И падение эффективности нашей энергетики с возрастом доказаны факты. Надо, конечно, на это завязать. Другое дело, что если вдаваться в детали, у меня возникают вопросы к их технологиям, потому что каждый день у нас расщепляются и синтезируются в организме, десятки килограмм этого надо. И если мы выпьем лишние несколько миллиграмм, почему это должно так уж сильно подействовать? Тут чисто у меня не сходится по термодинамике. А с Элизабет Перриш тоже замечательно. Теломеры укорачиваются с возрастом, но нельзя привести вот тот, видимо, аденосырный вирус, который наставил гентиломераза и его себе в кололы. Но он трансформировал несколько, может быть, миллионов клеток ее тела из 100 триллионов. Они обновляются. И причем она думает, что она трансформировала стволовые клетки. Все надо доказывать. Никаких научных данных по этому поводу нет. То есть она отчаянная женщина, и она прогремела на весь мир, что со старением можно бороться. И вот я даже рискую своим собственным здоровьем. Это, конечно, риск. Но, к сожалению, даже если у него здоровье улучшится, у него нет контрольной группы. Нельзя ставить эксперимент на одном человеке. И вот я подолгу службы веду много клинических исследований, и вижу, насколько это сложно, насколько тяжело получить достоверный результат. но статистика, есть же методы, статистические требования. к одному Дэвиду или одной Элизабет, к сожалению, неприменимо. Поэтому это скорее такой, не имеет значения в продвижении идеи. Такой декларативный шаг такой. И привлечение внимания. И в этом смысле они молодцы. Научные нагрузки именно вот этот единичный эксперимент никакой не несет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.